Здравствуйте! Как создается праздничное убранство города? Об этом говорим сегодня в прямой линии в гость редакции газеты «Вечерняя Харькова» главный художник Харькова Светлана Ивановна Дуденко. Здравствуйте, Светлана Ивановна! Предлагаю начать наш разговор с ёлки, с праздничного настроения и праздничного убранства. Когда появилась нынешняя главная ёлка города? Дело в том, что традиция ставить ёлки, кстати, это интересный очень вопрос, он пошёл как раз в город Харьков. И первая ёлка, довоенная, была именно поставлена в городе Харькове, а потом эта традиция распространилась по всему бывшему Советскому Союзу. О ёлках, которые ставились в городе Харькове, я могу рассказать о ёлках именно за последние 20 лет, потому что именно первую свою ёлку я поставила 20 лет назад. И бессменно вот уже который год и в этом году ставлю ёлку в моём любимом Харькове. Набили руку? Да. Ну, наверное, для того, чтобы вечерний Харьков был очень красивым, благодаря иллюминации тоже нашей ёлки. Подсвечивал. Именно в вечернее время наша ёлка подсвечивала нашу площадь замечательную. Иллюминация праздничная была на наших улицах именно в вечернем Харькове. Вот. Как создавалась первая ёлка? Ну вот у нас можно посмотреть эволюцию этих ёлок. Первая ёлка, которая стояла как раз около Дворца Пионеров, она собиралась из ёлок живых. Да, из живых ёлок. Вот она была. Ну тут 2000 год. А вообще первую ёлку свою поставила в 1996 году. Вот эта ёлка. Вот. Это был железный остров. И сюда более 200 ёлок живых монтировалось. Монтировалась. То есть два грузовика ёлок привозили, убивали для того, чтобы поставить эту ёлку. Вот. Она собиралась уже тут на месте. Высота у неё была где-то 17 метров. Её очень трудно было украшать, потому что эти... Это были не ёлки, а сусны. Вот. И они были все очень разные. Очень трудно её было и осветить. Подсвечивал её в то время наш горсвет обычными лампочками накаливания. Ну за эти 20 лет всё очень сильно изменилось. Сегодня мы имеем совершенно потрясающую красавицу, подсвеченную светодиодными лампами. Сколько она метров в высоту? Она 36,7 метра. То есть она в два небольших раза больше, чем та, которая была 20 лет назад. Ну макушка, только вот звезда на этой новой ёлке, она 4,7 метра. Она громадная, эта звезда. А так не скажешь? А так никогда не скажешь. Да, так никогда не скажешь. Но эта ёлка сложнейшее инженерное сооружение. Мало того, что нужно было разработать дизайн и сделать её как лего всю собирающуюся из отдельных деталей, которые потом можно разобрать и каждый год повторять эту конструкцию, ну какое-то определённое количество лет, потому что это дорогой проект и он не может каждый год меняться. В каком году появилась вот нынешняя ёлка? Эта ёлка появилась вот в этом году третий раз ставится. Но каждый год мы её совершенствуем и добавляем вариации по освещению, по комбинациям цветовым. Эта ёлка, ну как гигантский телевизионный экран, только с большим расстоянием вот пиксельных этих лампочек. То есть у нас ёлка на сегодня, вот сегодняшний вариант, она даст порядка ста комбинаций световых и цветовых, которые будут чередоваться. И они отличаются от прошлогодней. А как управляется вот это световое, её освещение и все эти комбинации? У нас внутри ёлки находится целое сооружение инженерное, там домик, из которого и ведётся управление, там масса различных устройств, там заземление, там защиты специальные. Там кто-то постоянно находится? Да, там постоянно находятся люди. Круглосуточно? Круглосуточно, да. Там круглосуточно дежурят люди. И наша ёлка по безопасности, по инженерным именно показателям, одна из самых надёжных ёлок, которые я знаю. У нас предусмотрены различные варианты, как защитить свою ёлочку, чтобы в праздник всё было хорошо. Потому что вот с этой ёлкой у нас была масса неприятностей. Хотя она была в два раза ниже, но у нас бывали такие случаи, что на неё прорывались отдельные люди и даже запутывались в проводах, когда пытались туда залезть. А много ли проводов вот в нынешней ёлке? 500 километров проводов на этой ёлке. 500 километров. Они все находятся внутри? Коммунированно, соединено, да. Она сделана таким образом, что всё спускается внутрь ёлки. И как раз вот внутри, когда мы её монтируем, работают альпинисты. И собирают все, коммутируют все соединения, которые дают возможность потом работать этой ёлке как к единому целому. А сколько на ней гирлянды, шаровы? Есть ли они? Или это всё-таки как большой телевизор? Как и большой телевизор. Но вот есть светящиеся, переливающиеся шары вот здесь. Тут их около 50, мы их меняем, монтируем, дорабатываем. Есть несколько тысяч шаров, которые не переливаются, просто глянцевого пластика. Есть мотивы, которые тоже включаются, как завитки, которые передают такую заиндивилость этой ёлке. То есть она вот как покрывается изморозью. То есть это целый комплекс комбинаций дневного и ночного оформления. Говорят, что харьковская ёлка самая высокая в Украине. Это действительно так? Да, это действительно так. Она самая высокая в Украине. И мы снимали маленький фильм о нашей ёлке. И возили его в Лион на праздник иллюминации, праздничного освещения. И там его представляли. И во Франции были поражены нашей именно конструкцией ёлки и её освещением. В этом году, к сожалению, это праздник не состоялся в Лионе, хотя уже много лет проходит там из-за трагических событий во Франции. В столице нашей перестали ставить искусственную главную ёлку, а перешли всё-таки к настоящей. Вы как оцениваете, как можете прокомментировать такой переход? И не видите ли в будущем всё-таки на главной площади Харькова небольшую настоящую ёлку, привезенную из Карпата? Вы знаете, я с точки зрения любви к зелёным насаждениям, я считаю, что искусственная ёлка лучше. Тем более, что эта ёлка, которая сегодня стоит, она имитирует настоящую живую ёлку. Вот перед этим промежуточный вариант был. Она была вот такого конусообразной, она действительно не напоминала ёлку. Так, как напоминает это, потому что здесь ярусность такая присутствует. Дело в том, что вы представьте себе, что поставить ёлку высотой 20 метров, сколько лет нужно расти этому красивому растению, красивому дереву. И ёлку же какую-то больную или несимметричную не привезёшь на площадь. То есть надо выбрать лучшее растение. А после того, как его срубят, оно погибает. Ну, лестники в то же время говорят, что у дерева тоже есть свой век, поэтому, может быть, не стоит с такой жалостью к этому относиться. А с точки зрения визуальной, вот эстетической, как вы думаете, не придёт ли время вот всё-таки заменить искусственную на натуральную? Я считаю, что дизайнерские ёлки, которые тоже становятся очень популярны в Европе, никто не отменял. В принципе, никто не отменял и живую ель. Но живую ель можно нарядить и на месте. Вот даже на площади у нас есть живые ели. Но хорошие живые ели, они не нуждаются в украшениях. Там достаточно чуть-чуть добавить огоньков, чуть-чуть игрушек. И она уже сама хороша по себе. То есть она натуральная, она красивая. Она не нуждается в особом дизайне. Эти дизайнерские ёлки, это, я считаю, особый, ну, уже технический уровень нашего общества отражают. Я сталкивалась с ёлками, которые вообще даже не имеют зелёного цвета или не имеют объёма, или они прозрачны, или собраны из каких-то зеркальных пластических пластин. И, может быть, ещё пройдёт чуть-чуть времени, да, и появятся ёлки, которые будут носить элементы современного искусства. Ведь современное искусство очень медленно всё-таки проникает на территорию Украины. И я думаю, что мы станем, может быть, когда-нибудь свидетелем конкурса каких-то современных дизайнерских ёлок, авангардных или ёлок из каких-либо технических каких-то элементов. То есть я думаю, что тема ёлки, она вечна. И в искусстве, и в нашей жизни. А долго конструировали эту ёлку? И насколько это сложная конструкция? Ну, как бы дизайн и внешний вид, конечно, я как архитектор, я её разработала. А потом её передали конструкторам, которые просчитали её на снеговую нагрузку, на ветровую нагрузку, пересчитали. Даже такие были варианты, когда мы рассчитывали оледенение, то есть когда, допустим, прошёл дождь, и она вся замёрзла. То есть на опрокидывание, на ураган, на всё это просчитывали конструкторы. Именно металлический каркас этой ёлки. Потом на неё монтировались навесные элементы. Потом ещё раз ёлка пересчитывалась. Потом украшалась она зелёной хвоей. Ещё раз уточнялось всё. И когда уже наши конструкторы сказали, что вот, всё в порядке, мы приступили к иллюминации. А сколько времени занял вот этот процесс устойчивости ёлки к любым воздействиям? Вот когда вы говорите, просчитывали всё это? Наверное, месяца четыре мы. А от задумки, от вашего рисунка до воплощения в реальность, сколько времени ушло? Год, год мы работали. Но вообще-то работа, инициатива всего этого принадлежит Геннадию Адольфовичу Кернесу, потому что он поставил мне такую задачу, мне и нашему городскому информационному центру. Дело в том, что для того, чтобы решить такой проект, естественно, одной фантазии мало. Поэтому тут ещё работали специалисты нашего городского информационного центра. И большой очень вклад сделал Попов Александр Владимирович, который руководил именно частью по иллюминации и по обеспечению надёжности этого проекта. То есть сказать, что один человек может справиться с такой поставленной задачей, нет. Но результат налицо. Я могу с уверенностью сказать, что эта ёлка одна из самых интересных в Европе. Не в Украине, а в Европе. И по своей конструкции, и по своему освещению, и по своему масштабу. Просто на нашей гигантской площади она не кажется такой большой только из-за того, что масштаб пространства вокруг очень большой и очень много свободного воздуха вокруг неё. Она не кажется такой монументальной. Но в принципе это 12-этажный дом. Были ли ситуации, когда непогода повлияла на то, как выглядит ёлка? Выходило из строя какие-то технические моменты, освещение? Или всё-таки за два этих года она показала, что действительно всё продумано и работает? Она работает очень стабильно. Как часы. И да, если что-то случилось, после дождя, допустим, бывает же, что у нас зимой теперь идут дожди. И где-то заливала какие-то там контакты. Ну, мы в кратчайшие сроки ликвидировали какие-либо неполадки. Это несложно было. То есть всё продумано таким образом, что он находится в доступе. И легко ликвидируются любые там мелкие нюансы. Перегорел какой-нибудь там шарик или ещё что-нибудь. Вы сказали, что она обновляется. Что добавили в этом году? Мы добавили только, переписали вот именно программные продукты, которые на ёлке показывают световое шоу. А так мы просто сохранили, отремонтировали всё, что у нас было в прошлом году. Потому что на самом деле это очень большая работа. Вы говорили о том, что ёлка не кажется такой большой, потому что площадь у нас большая. А по каким принципам разрабатывается схема расположения всего этого новогоднего городка? Помимо ёлки, конечно, какой же праздник новогодний без ярмарки? То есть у нас помимо ёлки есть и ярмарка, и обязательно домик Деда Мороза, который, кстати, разработало наше управление культурой. И там детки могут оставить письмо Деду Морозу. Вот. И в этом году выставлен небольшой парк аттракционов. То есть люди, которые, харьковчане, которые приходят на площадь и гости города, чтобы могли развлечься, получить какое-то удовольствие, погулять на этой площади со своими детьми, близкими, и почувствовать праздничное настроение. Что-то новое в этом году добавится? Я думаю, что просто объём увеличится всего. И смотрю я вот по количеству заявленных домиков стало больше, и плюс приехали аттракционы. Это то, что находится внутри этого большого дракона или динозавра? Нет, там есть ещё и другие аттракционы. Ну, это как бы приезжий такой город, поэтому... А по поводу вот этого... Сцена, там же будет концерт, ну всё. Надувного чуда, которое появилось и заполонило собой достаточно большое пространство на площади. Мы Луна-Парку просто отводили место, но к нему я не имею как бы художественного никакого отношения. Просто вот некоторые горожане говорят, не место ему такому страшилищу в праздничном городке. И зачем такое надо было оставить? Просто как бы Луна-Парк заявил своё присутствие, но не обсуждались его элементы отдельные. Поэтому я... Насколько безопасны все остальные конструкции, которые представлены в этом городке? Огромные игрушки? Дело в том, что, в принципе, они не представляют технической никакой сложности, и они не носят какой-то конструктивной опасности. И функция их не предназначена для того, чтобы ими пользовались. Это там отдельные игрушки, которые отдельно стоят. То есть они безопасны абсолютно. Вот. И там как раз всё благополучно. Нету никаких... Опять же, устойчивы к ветрам? Да, 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 да. Там стоят маленькие ёлочки, устойчивые домики. То есть там нету никаких проблем. Светлана Ивановна, на нашем сайте для вас наши читатели оставили несколько вопросов. Вот вопрос от Ильи. Читал, что в праздничные дни на Сумской будут установлены фигурки и подсвечники. Расскажите, пожалуйста, что они с собой будут представлять, из каких материалов сделаны, и будут ли их защищать от вандалов? Дело в том, что фигурки и подсвечники будут устанавливать управление культурой. И этот вопрос, наверное... Просто мы им места заложили, а, наверное, этот вопрос больше адресован к управлению культурой, а не камерой. То есть как они будут выглядеть, с вами не согласовывают? Нет, не согласовывали. Это дело в том, что у управления культурой есть свой план мероприятий, и они в рамках своего плана мероприятий тоже разрабатывают небольшие элементы какие-то для своих шоу, для своих программ, концертов. То есть у них есть своя номенклатура мероприятий. Я думаю, что они тоже вам расскажут много интересного. У них там тоже работают и режиссеры, и костюмеры. Они расскажут вам много интересного, если вам зададите. Всегда ли их такие варианты вас удовлетворяют? Как главного художника? Не бывает такое, что вот такое вы бы, может быть, и не ставили, потому что это в ансамбль не вписывается? Вы знаете, как-то вот так получилось, что я ни разу с ними не сталкивалась. У меня не было конфликтных ситуаций. То есть я так не могу вспомнить какие-либо разногласия с управлением культуры. У нас как-то вот гармонично с ними складываются отношения. А какие шоу-конструкции разрабатывает город к другим городским и государственным праздникам? Вы знаете, на протяжении всей моей деятельности мы разрабатывали массу всяких конструкций. У нас даже был когда-то и фонтан-каскад, и такая конструкция зеркальной струи, и часы новогодние были на площади. И сейчас вот на входе стоят две большие красивые стеллы, светящиеся, которые обозначают входную группу. И есть у нас конструкции к Пасхе. И у нас очень такой красивый, как по подобию иконостаса, вращающиеся там такие симпатичные конструкции с куличами, с цветными яйцами, кроликами. То есть, ну, есть различный ассортимент праздничных деталей. А идеи заимствуете у кого-то или здесь творите сами? Вы знаете, как-то так складывалось, что, наверное, мы не заимствуем. Просто есть праздник, да, и мы начинаем думать, что мы сможем предложить. Ну, как правило, ведь нельзя же сказать, что ёлку придумали мы. Ёлку придумали уже много-много лет назад. То есть мы её просто трансформируем по-своему. Точно так же и все остальные праздники. Да, действительно, мы, наверное, все подсматриваем, и художники, и архитекторы, и дизайнеры. Учимся друг у друга что-то, взаимствуем что-то, добавляем своё. Любой проект – это синтез прошлого и настоящего. Так что… Вопрос от Натальи. Расскажите о выборе цветового решения для дизайна флага и герба. Почему его основу составляет зелёный и жёлтый? Вы знаете, так исторически сложилось интересно, что герб города – это реконструкция старого герба, в принципе. И когда я делала эту реконструкцию, это ещё было до того, как я работала в горосполкоме. То есть это было ваше собственное желание? Да, это было моё собственное желание. Я сделала реконструкцию именно герба города, и его принял в то время Евгений Петрович Кушнарёв. Они его утвердили сессией городского совета. А вот флаг, почему зелёный был выбран, мне сложно сказать, потому что это не я выбирала уже. То есть герб – это как раз моя работа. А традиционно решили, что зелёный цвет… Там историки занимались этим вопросом, находили какие-то аналоги, и пришли к выводу, что зелёный цвет будет оптимальным. Хотя вот область, видите, приняла малиновый цвет. Малиновый, ну, очень сложный. Но зелёный ещё называют цветом жизни, да? Да, и цветом жизни называют. Ну, вот я же говорю, что я как бы ещё не работала в этом. Это же было намного раньше. И так получилось, что та реконструкция, которую я выполнила, была утверждена. Что на гербе? Что означают эти изображения? Там Меркурий в жезл. Это жезл, который обвит двумя змеями. То есть считается, что Харьков рождён под знаком Меркурия. Богом торговли, удачи. И рух изобилия, который говорит о том, что в Харькове всё будет хорошо, и я так думаю, все проблемы будут решаться. Он будет изобильным, очень достойным и будет приносить радость нашим жителям. Так что вот два замечательных символа. А как создаются почётные знаки, открытки? Вот всё, что делает, отправляется от мэрии куда-то? Дело в том, что это имиджевые проекты, создание открыток, грамот, книг. Это имиджевая часть жизни нашего города. И тоже вот 20 лет я этим занимаюсь. И можно сказать, наверное, более 300 открыток за этот период я разработала. То есть на каждый год разрабатывается определённый какой-то фирменный стиль. Или в этом фирменном стиле разрабатываются открытки, посвящённые Новому году, 8 марта, Дню Конституции и так далее. А по каким принципам создаётся эта полиграфия? Она создаётся по принципам, во-первых, минимализма, потому что это всё-таки протокольные вещи, они должны быть графические. То есть, как правило, фотографии по протоколу, они не допускаются на открытках подобного рода. То есть это должны быть рисованные какие-то графические изображения, очень лаконичные. Сбалансирована должна быть открытка по отношению к изображению и белому полю. Обязательно они должны носить символы нашего города. То есть все открытки, которые рассылаются от мэрии, от всех государственных каких-то организаций, они должны выполняться по ряду графических законов, которые сформировались уже годами. Грамоты тоже разрабатываются по требованиям? Да, это же символика. Есть такое понятие, как символика городская, символика страны. И когда любой человек получает грамоту, он должен почувствовать, взяв лист этот в руки, что он получил ценную бумагу, которая по праву оценила его, какой-то труд или подвиг. И этот лист бумаги должен подчеркнуть гордость его за то, что он хорошее сделал, и гордость за то, что он живет в этом городе конкретно, в этой стране. Поэтому это очень серьезная работа, которая насчитывает ряд тоже определенных символов, которые вкладываются при разработке. Это же документы. А легко вам творить вот в неких рамках? В рамках всегда работать сложно, но интересно. А есть ли поле для творчества? Да, конечно. Поле всегда есть. Мы, когда есть бои без правила, есть по правилам. Так вот я считаю, что по правилам всегда сложнее работать, но интереснее, потому что игра в шахматы – это же игра по правилам. И именно в шахматах рождаются самые большие мастера. Поэтому игра по правилам мне всегда больше нравится. И, естественно, задачи, которые я решаю, даже та же елка, о которой мы говорили, она тоже делается по строгим правилам. Безопасность – это самое главное правило. И эстетически полноценный вид тоже. Вот в этих двух задачах я должна найти, допустим, оптимальное решение. Ну, это очень интересная работа. Создание почетных знаков тоже выполняется по каким-то правилам? Да. Вы знаете, вот поскольку органы местного самоуправления не имеют права иметь медали, мы имеем только право делать знаки. Вот. У нас есть ряд знаков, которые вручаются. Один из самых интересных и самых ценных знаков – это почетный гражданин города Харькова. Интересных с художественной точки зрения? Нет. Я считаю, что это самая благородная традиция. Но с художественной точки зрения это уже второе. То есть это богатейшая традиция, которая была до революции. Потом она была утрачена. А возрождена она была по инициативе Михаила Дмитриевича Пелепчука. Вот. И мы восстановили этот знак. Он имеет нагрудный знак, ну, фрачный вариант. Потом нагрудный знак, диплом. Естественно, этот человек расписывается в книге почетных граждан. Больше 10 килограмм весит. Это уникальная совершенно книга, красивейшая. И за особые заслуги перед нашим городом вручаются эти замечательные награды. Давайте покажем, как он выглядит. Да, вот он выглядит вот таким образом. Это нагрудный вариант, которым награждают именно. На нем герб. Да, герб города и, видите, дубовые ветви, которые подчеркивают, ну, это символ, скажем так, надежности, символ победы и, скажем, зажиточности нашего города. Вот. Вот. Это хорошая, добрая традиция. И я думаю, что город Харьков, вот, аж очень интеллектуальный, научный город. В свое время это был, может, и сейчас так есть, я не знаю, статистика, что говорит по этому поводу. Самый молодежный город был во времена Советского Союза. Тут самое большое количество студентов было и на этой площади. Было больше всего, площади нашего города больше всего молодежи. И очень много было научных открытий сделано в этом городе. Наш город один из лучших городов Украины, если не лучший. Я как патриот могу сказать лучший город. Ну, и это наверняка вас вдохновляет? Да, естественно, вдохновляет. Я считаю, что всех, наверное, харьковчан вдохновляет любовь к своему городу. Поэтому мы все знаем, что мы будем жить лучше, дольше и счастливее, чем кто-либо другой. Я думаю, что к любящему своих город относится Иван Иванович, Иван Ильич, прошу прощения, который написал, что он слышал, что вы участвовали в создании футбольного мяча в саду Шевченко. Ой, да, это очень интересно. Как родилась эта идея и из какого материала сделан шар? Шар сделан из бронзы. Эта идея родилась... К ним имеет отношение Бабаев Владимир Николаевич. Он инициатор многих проектов, связанных с футболом. Тогда он был зам мэра. Это тоже было, кстати, в каденцию Пилипчука Михаила Дмитриевича. И у нас на этом месте была так называемая Брехаловка. И там собирались все любители футбола и обсуждали все матчи, которые там проходили в городе, в Советском Союзе, в городе. И там были выставлены все спортивные газеты, были щиты, все все обсуждали. Вот это место, оно пришло в какое-то запустение. И меня вызвал тогда Бабаев. Говорит, Свет, надо что-то сделать, посвященное футболу. Я говорю, вы знаете, я в футболе не разбираюсь, я знаю только две вещи. Вот футбол для меня это футбольный мяч и блохин, больше никого. Я ничего не знаю. Поэтому я подумала, что без футбольного мяча не может быть правильно футбола. Ну как, без мяча же не вожды. Не сыграют. Да, не сыграют. И мы решили сделать такой большой бронзовый футбольный мяч. В тот момент, сейчас не знаю, в тот момент это был единственный такой большой футбольный бронзовый мяч. Не только в Украине, а вообще в мире. Может сейчас что-то есть и другое. И на открытии мяча приехал блохин и расписался. И там выгравирована его подпись. Ну а традицию смогли эту возродить? То, что обсуждались все футбольные мяча? А там и обсуждаются по сей день. Там даже не рассказывали, не обязательно футболисты. Там приходят команды, которые занимаются другими видами спорта, становятся вокруг этого футбольного мяча, загадывают желания, говорят, сбываются. А насколько прочно он закреплен и не укатится, если его захотят забрать? Все, что делаю, я очень прочно закреплену и стоит надежно. Будет ли пополняться Алия спортивной славы? Этого я пока сказать вам не могу. Не знаю. Еще пока эта тема не поднималась. Может и будет когда-то. Я не владею этим вопросом. А вот Сергей Николаевич интересуется, что такое колар мэра? Из каких элементов он состоит? Да, вы знаете, в 350-летие города я разрабатывала посадовый знак мячковой головы. Н-колар называется правильно. Это уникальное совершенно украшение городского головы, в котором, в этом украшении он принимает гостей города, он проводит награждения. Тоже эта традиция была восстановлена как раз 350-летию. И сейчас, из года в год, присягу городской голова тоже зачитывает в этом украшении. Я считаю, что это очень большая честь, что мне удалось разработать этот замечательный символ. Он состоит из элементов. Один элемент — это герб города, напоминающий в обрамлении такой, как почетный гражданин, маленький элемент. А второй элемент — это ключи от города. И завершается он вверху герб Украины в этом нагрудном украшении, а внизу герб города, опять же таки наш, в обрамлении символов наших основных направлений деятельности нашего города. То есть там промышленность, наука, то есть вот миленькие-миленькие эмблемы. Ну, я считаю, что он вполне соответствует, опять же таки, протоколу. Там все выдержано правильно. То есть я считаю, что этот знак соответствует своему предназначению. А сколько он весит и из каких материалов он взял? Он сделан из серебра. Он не очень тяжелый. Я думаю, он где-то чуть, может, больше, чем полкило. Ирина интересуется. Слышала, что вы увлекаетесь фарфором. Интересно, в Украине есть свой уникальный стиль в этом виде искусства? И где можно посмотреть эти работы? Вы, собственно, и сегодня к нам с фарфоровой скульптурой? Да, да. Это производство керамических и фарфоровых изделий. Мною была написана книжка, в которой описаны фигурки, которые изготавливались на различных заводах Украины. И вот одну из статуэточек я сегодня принесла. Она посвящена Новому году. Я хотела бы... Это завод «Городница». И мне хотелось бы придать нашей передаче праздничное настроение, поздравить всех с Новым годом и показать такого замечательного Деда Мороза, который вот из подарка достает такого красивого зайца, из мешка с подарками. Ну, в общем, мне кажется, это соответствует сегодняшнему дню. По пластике эта фигурка очень красивая. Это один из самых симпатичных символов Нового года, который был вообще сделан за весь советский период. Этот маленький Дед Мороз. Симпатичный. Сколько ему лет? Это приблизительно 50-х годов статуэтка. То есть 50 лет так точно. У вас целая коллекция керамики? Да. Расскажите немножко об этом. У меня коллекция где-то около 300 статуэток. Я ее выставляла в музее в нашем Харьковском и презентовала эту книгу в том числе. Поверьте, это изумительно. Вообще украинский фарфор, украинская керамика – это очень серьезный пласт искусства. И он один из самых интересных по комплексу в европейской части. Он достоин, чтобы вот этот период еще в будущем хорошо изучали искусствоведы. Я думаю, что на сегодня эта коллекция, может, и не представляет такого материального какого-то интереса, но исторический интерес абсолютно точно представляет. А правда, что у вас есть коллекция новогодних игрушек? Очень небольшая, но есть. Да, у меня игрушки где-то тоже 50-х, 40-х годов есть. Они очень трогательные. Сейчас таких игрушек, может, они и не блестят так, как вот сегодняшние игрушки, но зато они отражают. Тогда очень было модно посвящать игрушки сказкам. Сегодня там есть и «Маленький мук», и «Мужичок с ноготок», и, допустим, игрушки по произведению Руслана Людмила. Там есть Людмила в своем колпачке. То есть я считаю, что, кстати, сказки очень сегодня незаконно забываются. А говорят, что без сказки нет будущего. Поэтому мне кажется, что мы должны своим детям больше дарить сказку. Вот поэтому я сказочного Деда Мороза и принесла. Пусть будет и в вашей передаче больше сказки. Все мы верим в чудо. А вот эти игрушки новогодние, они из стекла? Да, они из стекла, многие из них реставрированы, они же очень хрупкие. Ну, те там три десятка игрушек, которые у меня есть, они, конечно, я так думаю, представляют действительно тоже художественный интерес определенный. А занимаетесь вы в свободное время творчеством? Вот есть время, когда вы выполняете не заказ мэрии, а вот для себя творите? Ну, вы знаете, ведь, конечно, есть. Я занимаюсь и интерьерами, разрабатываю интерьеры. Я занимаюсь написанием книг. Это же тоже творческий процесс. Это одна моя книга. Я ищу и сделала ряд других книг, которые являются справочными изданиями сегодня для коллекционеров и искусствоведов. То есть, естественно... А на изобразительное искусство время хватает? Да, вы знаете, ну вот у меня же, я как архитектор, я больше проектирую, чем рисую. Хотя рисую тоже, ну, рисунки у меня более... Я могу рисовать там, своих родственников нарисовать, могу нарисовать улицу, город, панораму. И вот многие, кстати, открытки украшены моими рисунками и именно городскими пейзажами Харькова. А рисунки ваши можно где-то увидеть? Кроме открыток, официальной полиграфии. В моем кабинете можно, да. В моем кабинете, в моей маленькой галереи, в которой там делаются выставки, тоже можно увидеть. А за что еще вы отвечаете, как главный художник? Вот, к примеру, согласовывают с вами, какого вида должны быть скамейки где-то или фонари? Да, со мной советуются. И вот, допустим, даже ограждение, вот на проспекте Ленина, это мной разработано было ограждение, которое вдоль проспекта Ленина идет. Да, конечно, иногда и разрабатываются и скамейки, и фонари. Нет тут ограничений. Да вы знаете, я иногда начинаю вспоминать, а что же я еще делала. Это бесконечный совершенно ряд вопросов, которые решаются чисто по ходу работы. Повседневно, да? Да, повседневно. И я помогаю очень многим. И я этим горжусь, потому что, знаете, когда человек, ну или специалист, востребован, это очень приятно. И вот, наверное, мой бесконечный труд и дал возможность в этом году, вот Геннадий Адольфович Кернес, он порекомендовал вместе с комиссией по награждению, как раз вот присвоить мне звание почетного гражданина. То есть мы труд оценили по заслугам. Теперь сами свою разработку и носят. Да, да, это получилось вообще. Я, честно говоря, этого не ожидала. Для меня это было полное неожиданное. Светлана Ивановна, а как Вы считаете, есть визуальный образ вот единой города? Вы знаете, это отдельная большая тема и очень сложная. И она вообще может послужить, этот вопрос может послужить темой большого разговора и круглого стола даже. Потому что облик города — это как индивидуальный облик отдельного человека, индивидуума, который обладает определенным цветом глаз, ростом, размерами. То есть Харьков действительно очень индивидуальный город, обладает яркой индивидуальностью. Он обладает определенной архитектурой, он определенными обладает направлениями в своем, скажем, размере, в росте дорожной схемы. Он обладает набором очень ярких промышленных объектов, которые и научно-исследовательских институтов. И это все формирует единый образ города. Я считаю, что как можно наш город охарактеризовать, помимо того, что он просто красивый город и с уникальными людьми. Наверное, это город прежде всего с большим количеством научных работников и ученых, и молодежи. А это говорит о его невероятной прогрессивности. Говорят же, чем моложе город, тем он более прогрессивный. И я думаю, что если какие-нибудь найдутся специалисты по статистике и изучат наш город по составу, я думаю, что у нас именно ученых и, может, первооткрывателей каких-то будет очень много. Вот один из харьковчан подал электронную петицию с таким предложением. Каждый сезон выбирать три определенных вида и цвета цветов для оформления фасадов и летних площадок, кафе и ресторанов для уюта и цветочного единства всего города. Как бы вы прокомментировали такую идею? Я не совсем согласна с таким вопросом. Дело в том, что нельзя, если имеется в виду цветочное оформление цветами или цветовое оформление декором. И цветы, и декор. Он предлагает вот каждый сезон три определенных вида. Ну, я думаю, что это несколько нереально, потому что цветовая гамма цветов, она диктуется исключительно нашей полосой. И тут не всегда найдешь тот цвет, допустим, который ты задашь под конкретный фасад. То есть увязать это в единое целое практически невозможно. Да и фасады никто не может перекрашивать. Если мы говорим о памятниках архитектуры, у них есть паспорт. И вообще на каждое здание утверждается паспорт покраски. Он же не меняется каждый год. Он один раз утверждается. А что касается цветов, так нас просто лишат многоцветия и яркости города. Да, многоцветия и яркости, да. Согласовывает ли с вами размещение реклам? Как с художником? Дело в том, что есть законы рекламы, которые действуют на сегодняшний день. И со мной не согласовывают это, потому что вот как раз тоже сейчас этим занимается тоже управление архитектурой, потому что они согласовывают схемы размещения конструкций. То есть у нас в городе как раз очень упорядочена реклама. Существует концепция размещения по всем улицам. И они утверждаются. И потом как-то вот с рекламными агентствами распределяются. А в содержании рекламы мы по закону не имеем права вторгаться. Просто вот то, что происходит на бигбордах, не должно нарушать антимонопольное законодательство, законодательство по размещению, по законной информации запрещенных объектов, ну и так далее. А портреты известных личностях на домах — это ваша сфера влияния? — Дело в том, что вы имеете в виду Шевченко, допустим, да. Ну это ж живопись, которую в принципе тоже на некоторые изображения, я даже подбирала иллюстрации, вот этим занимается и управление культурой, и управление архитектурой. И я считаю, что как раз вот эти объекты, они приносят очень большую радость людям, и они в принципе легко заменяемы. Это не вечные вещи, то есть их можно со временем там изменить на другие. То есть это не вечная мозаика или фреска, которую уже невозможно изменить. — А сколько лет он может просуществовать, такой портрет, не нуждаясь в реставрации? — Ну я думаю, до трёх лет совершенно спокойно. Это современные краски, которые уже у них очень большой период эксплуатации. — Говорят, что праздник нужно готовить по окончанию его в этом году, готовясь уже к следующему. У вас уже есть идеи по оформлению следующего новогоднего городка? Или пока переживём этот? — Идеи есть. Другое дело, что… — Как воплощать, знаете? — В принципе, да, знаем. Ну мы готовимся к этому. И фирменный стиль полиграфии на следующий год я уже тоже начала разрабатывать. То есть, в принципе, уже мы ещё этот Новый год не отпраздновали, а идеи на следующий год уже есть. — Не раскроете секретов? — Нет. Какие же это сюрпризы, если раскрывать секреты? Спасибо за то, что пришли к нам в студию, за ваши ответы, за праздничное настроение каждому харьковчанину. Я напомню, что гостем в прямой линии была главная художник Харькова Светлана Ивановна Дуденко. Вам, уважаемые телезрители и читатели, спасибо за внимание. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова